Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре spinnerbait от производителя Namazoo называется он Gunblade. Выпускается он в трёх размерах. Это 12, 16 и 20 грамм. На обзоре самый маленький экземпляр, который, в принципе, как по мне, и большой. Но, по сути, там меняется именно вес данной джек-головочки, которая идёт с таким красивым силиконовым оперением. На сайте есть выбор из пяти расцветок. Расцветки в основном яркие, очень интересные. Я думаю, даже из пяти расцветок есть что выбрать. Я взял такую зелёно-чёрную, как по мне, для ловли щуки будет то, что надо. А именно она и нарисована на лицевой стороне данной упаковки. В принципе, для этого не предназначена. Сзади тоже есть небольшая информация, как раз-таки говорящая о том, что в наших условиях spinnerbait прекрасно ловит именно щуку. Специализированная рыболовная приманка высокой преходимости предназначена для спиннинговой ловли хищных рыб, окунь, щука, судак в условиях заросших мелководных загоряженных участков. Здесь рассказано также про каждый элемент, из которого состоит данный spinnerbait. Сказано, что производится в Китае. И данная расцветка идёт номер три. Данные spinnerbait очень неплохо себя показывают по меликану для ловли щуки. Также их любит стайный окунь, но здесь довольно крупные лепестки. Не знаю, может будет отпугивать, но по щуке это действительно очень-очень уловистая вещь. Можно проводить как под поверхностью, так же и в средних слоях водоем. Неплохо себя показывать такой полуджиговой проводкой, где ведёшь равномерно вдоль дна, иногда его касаясь для того, чтобы поднимать муть. Такие варианты проводки тоже неплохо себя показывают. Верхний лепесток здесь идёт формы long, ничего на нём не написано. Неплохо так отшлифован, идёт через закрытый вертлюжок. Активно играет и является таким основным привлекающим элементом данного spinnerbait. Создаёт сильные блики. Дополнительный лепесток идёт круглый, раунд, тоже без каких-либо надписей. Верхний лепесток в серебре, нижний идёт золотой. И также он уже здесь может двигаться вокруг своей оси. Цепляем на spinnerbait за данную часть. И джиг-головочка с огромным одинарником, который очень хорошо заточен. Присутствует бородка. Одинарник, я вам честно скажу, здесь невероятно острый. К нему прикасаешься и он моментально пробивает кожу. Груз выполнен в виде рыбки. Имеются глаза. Довольно, кстати, выразительно выглядит. И снизу есть точка атаки. Если вы будете вести данную приманку по поверхности, для того, чтобы рыбе было в чё прицелиться, выглядит, в принципе, неплохо. При помощи резиночки здесь держится данная юбка. Сделана из мягкого силикона. Он двухцветный. И создан для того, чтобы привлекать, опять-таки, своим колебаниям хищника. Во время проводки, в основном, конечно же, будет похож на какого-то кальмара. И эту приманку ещё целесообразно используют для морских рыбалок, где она неплохо себя покажет. Также такие приманки, в основном, используют для ловли баса. Кто пробовал данные приманки, знают, что неплохо, неплохо она действительно ловит щуку. Щука на неё реагирует, особенно, когда она активна. Просто приманка довольно объёмная и не каждый решится её испытать. Неплохого качества спиннербейт от производителя Namazu Gunblade. На этом мой видеообзор подошёл к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.